Я прилагаю очень много усилий для этого. Естественно, я просто обязан хорошо выглядеть в свои 74 года, чтобы быть примером для своих пациентов. Иногда это не просто следить за собой, но я должен подавать пример окружающим. Сегодня я чувствую себя на все 100, но ментально думаю, мне около 40 лет, но я-то знаю, кто я и сколько мне на самом деле. Популярность эстетической хирургии, возможно, немного снизилась, но не потому, что она стала менее популярной, а скорее потому, что появились некоторые альтернативы, которые позволяют поддерживать естественную красоту и не прибегать к эстетической хирургии настолько часто, как раньше. Прежде всего, мы занимаемся комбинацией. Не существует одного универсального метода, который решит все ваши проблемы. И как представитель США я не могу не отметить свою страну как законодателя трендов. Но я должен отдать должное отечественным специалистам, которые не дают мне ни на минуту расслабиться и поддерживают остроту моего мышления. Поэтому хочу отметить высокий уровень украинских специалистов. В данный момент мы работаем над масштабным проектом, который, думаю, изменит мир. Он требует множества денежных и временных вложений, но это будет настоящий прорыв. Во-первых, вы должны знать, кто вы есть и быть собой. Во всем. Мечтайте, как вы хотите выглядеть и идите к своей цели. Во-вторых, внимательно анализируйте все, к чему прикасаетесь и что наносите на свою кожу. Конечно, я также мог бы долго рассказывать о специальных диетах и спорте, но мы уже понимаем, что не всегда следуем этим правилам. Последний главный совет. Избегайте стресса. Стресс – злейший враг всего. Вы спросите, как мне удается избегать стресса. Во-первых, я анализирую, что является его причиной и устраняю ее. Это первый шаг. Избегайте негатива. Как только вас посещают негативные мысли, гоните их прочь. Вы должны быть всегда настроены позитивно. Да, иногда и я очень раздражен. Тогда я говорю себе «стоп, не паникуй» и двигаюсь дальше.